Наталья Андрейченко – яркая кинозвезда 80-х, легендарная Мэри Поппинс, олицетворение красоты, грации и совершенства. Ради любви она пожертвовала своей успешной карьерой, уехав с мужем в другую страну. Но, как ее героиня, снова вернулась, чтобы дарить людям свет и добро. Детство и юношеские годы. Наталья родилась в Москве в мае 1956 года. Но все свое сознательное детство и раннюю юность провела в подмосковном Долгопрудном, куда перевели отца Эдуарда Станиславовича Андрейченко, назначили главным инженером Долгопрудненского машиностроительного завода, крупного предприятия оборонной промышленности. Мама Лидия Васильевна занимала серьезную должность в Министерстве просвещения. От завода отцу выделили квартиру в Большом Новом доме на живописной окраине города. Рядом лес, река, пляж. Так что девочка росла на природе и рано научилась плавать. Позже 10-летнюю Наташу отдали в музыкальную школу, где она освоила игру на аккордеоне и фортепиано. К 15 годам Наташа твердо решила, что станет артисткой, чем и поделилась с родителями. Но Лидия Васильевна представляла будущее дочери совершенно иначе и настояла, чтобы та поступала на филкфак МГУ. Целый год Наташа прилежно посещала подготовительные курсы по русской культуре и философии. Но все же перед началом вступительных экзаменов в университете решила попытать счастье в театральных вузах и отправилась в Щепкинское училище. Ей казалось, что будущая актриса должна выглядеть ярко и апатажно. Поэтому она сделала броский макияж, высокую прическу и надела модные платформы с носками в полоску. Все это мало гармонировало с ее природным образом русской красавицы, о чем ей прямо и заявили на первом же просмотре. Сделав правильные выводы, Наташа смыла макияж, заплела роскошные волосы в длинную косу и, надев скромное голубое платье под цвет глаз, поехала на экзамены во ВГИК. Она с легкостью прошла все отборочные туры и была зачислена на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скопцевой. Творческий путь. Сниматься в кино Наталья начала уже на втором курсе. Ее дебютом стала роль Танюши, дочери Степана Мастера, в фильме сказки Степанова «Памятка». Затем последовали роли в картинах «Колыбельная для мужчин», «Долги наши», «Уходя, уходи» и «Степь», о которой стоит сказать отдельно. Педагогу Сергею Бондарчуку очень нравилась повесть Чехова «Степь», и он много лет мечтал ее экранизировать. Андрейченко в картине досталась эпизодическая роль девки на снопах. Именно такую актрису искал Андрей Кончаловский на роль Анастасии Соломиной для своей «Сибириады». Увидев Андрейченко в степи, он тут же пригласил ее на пробы и остался крайне доволен выбором. Молодая актриса не разочаровала режиссера, хотя в откровенных сценах поначалу вела себя зажата и скованно. Но конечный результат превзошел все ожидания, и картина на производственно-индустриальную тему удивительным образом превратилась в увлекательную сагу о жизни и любви нескольких поколений. Фильм был отмечен Гран-при Каннского фестиваля, а Андрейченко признали восходящей звездой советского экрана. Пиком актерской карьеры Андрейченко стала роль няни-волшебницы Мэри Поппинс в музыкальной комедии «Мэри Поппинс. До свидания» в 1983 году. Она принесла Наталье всенародную любовь и признание. Актрису по сей день ассоциируют с этой героиней, хотя с момента выхода фильма на экраны прошло почти 40 лет. Интересно, что изначально на главную роль планировала взять Анастасию Вертинскую. Но Вертинская в самый последний момент отказалась от роли, которая показалась ей несерьезной и какой-то переточной. Наталья Андрейченко мечтала об этой роли и каким-то невообразимым способом умудрилась за месяц похудеться на 15 килограмм. Увидев Наталью Андрейченко похудевшую и стройную, режиссер тут же объявил о начале съемок. Андрейченко продемонстрировала не только актерское мастерство, но и танцевальные навыки, приобретенные в хореографической студии. А вот пела Наталья не сама, хотя тоже обладала неплохим голосом. Все вокальные партии Мэри Поппинс исполнила певица Татьяна Воронина. Еще одной выдающейся киноработой Андрейченко стала роль Любы Антиповой в драме Петра Тодоровского военно-полевой роман в 1983 году. И на эту роль вместе с Натальей пробовалась Анастасия Вертинская и вновь роль досталась Андрейченко. Актриса совсем недавно родила сына и не была уверена, что сможет совместить съемки с обязанностями молодой матери. Помогла подруга, которая привезла из-за границы несколько упаковок диковинных памперсов, они существенно облегчили уход за ребенком. Наталья смогла брать сына с собой на площадку. Военно-полевой роман был номинирован на Оскар как лучший иностранный фильм, что, несомненно, добавило Андрейченко популярности за рубежом. В 1986 году она блестяще исполнила главную роль в драме Эрнеста Саяна и Виктора Мерешко «Прости» и была признана лучшей актрисой по версии журнала «Советский экран». И в этом же году сыграла Евдокию Лопухину в историческом многосерийном фильме «Петр Великий», круто изменившем ее жизнь. Жизнь в США. На главную роль в советско-американском проекте «Петра Великий» был приглашен Максимилиан Шелл, выдающийся актер и режиссер с мировым именем, обладатель «Оскара» и множество других престижных премий. Он влюбился в Андрейченко как мальчишка, и Наталья ответила ему взаимностью. Она ушла от мужа, а в скором времени покинула Советский Союз ради любимого мужчины, пожертвовав успешной карьерой. Перед отъездом она успела сняться в замечательном фильме романа Балаяна «Леди Макбет» Мценского уезда в 1989 году, за который получила Нику в категории «Лучшая актриса». Андрейченко надеялась, что с мужем-режиссером она сможет пробиться в Голливуде, но не сложилось. Хотя она в совершенстве выучила английский язык и окончила в Штатах актерские курсы. Конкуренция была слишком велика, да и Шелл не стремился продвигать жену в Голливуде, предпочитая видеть ее дома. Самыми яркими работами Андрейченко того периода стали мелодрама «Подари мне лунный свет» в 2001 году и «Тихий дон Сергея Бондарчука», где она сыграла Дарью Мелихову. Обе картины снимались в России, где актрису уже начали постепенно забывать. Личная жизнь Натальи Андрейченко Личная жизнь Андрейченко тесно переплетена с ее творческой биографией и вполне может стать сценарием для увлекательного сериала. Судьба не раз преподносила актрисе тяжелые испытания, но каждый раз эта хрупкая женщина возрождалась, как феникс из пепла и, расправив плечи, шла своей дорогой, не оглядываясь на прошлое. В 18 лет Андрейченко зверски изнасиловали в лесу на окраине Долгопрудного. Девушка на такси возвращалась домой из института и уже практически возле дома водитель вдруг неожиданно начал домогаться. Перепуганная Наташа выскочила из машины и обратилась за помощью к двум парням, которые проходили мимо. Но вместо того, чтобы защитить бедняжку, они набросились на нее с ножами, изнасиловали и избили до полусмерти. Отец настоял, чтобы дочь написала заявление в милицию. Преступников задержали и осудили на 18 лет колонии строгого решима. В Авгике Наташа считалась одной из первых красавиц на курсе и всегда была окружена толпой кавалеров. На съемках в Ленинграде она познакомилась с композитором Максимом Дунаевским и была покорена его талантом и безграничным обаянием. Дунаевский, за которым уже в те годы прочно закрепилась слава Донжуана, тоже потерял голову от любви и, долго не раздумывая, ушел из семьи к новой пассии. Влюбленные поженились, а в 1982 году на свет появился их сын Дмитрий. Но крепкой семьи не получилось. Наталья узнала, что примерно в то же время у мужа на стороне родился внебрачный ребенок и не смогла простить ему этого предательства. Веру в любовь ей вернул Максим Миллиан Шелл, с которым актриса вместе снималась в картине «Петр Великий». Между актерами вспыхнул бурный роман, за которым тут же начали следить спецслужбы. Чтобы не подставлять Наталью под удар, Шелл женился на любимой женщине, хотя до этого считался убежденным холостяком и не собирался связывать себя узами брака. В 1991 году Андрейченко уехала из СССР, жила со вторым мужем в Австрии, Германии, Швейцарии и Соединенных Штатах. Дунаевский повел себя очень благородно. Он помог Наталье быстро оформить развод, дал разрешение на выезд сына за границу и даже позволил Шеллу усыновить мальчика. Максим часто навещал Митю и сумел выстроить с ним добрые дружеские отношения. В 1989 году Наталья подарила Шеллу дочь Настю. Будучи беременной, она снималась в «Леди Магбет» Мценского уезда и отыграла последнюю сцену за три недели до родов. Настя уже сама мама, она родила дочь Лею Магдалену от своего бойфренда Михаэля, который работает реквизитором в театре. Дмитрий же окончил университет и стал банкиром. Живет с семьей в Швейцарии. Одно время между ним и матерью были очень натянутые отношения из-за финансовых вопросов. Андрейченко даже подавала на сына в суд, обвинив его в хищении денег с ее счетов. Наталья прожила во втором браке 21 год, но и после развода не теряла связь с бывшим мужем. После смерти Шелла внушительное наследство режиссера было поделено между Дмитрием, Настей и молодой супругой покойного Ивой Миханович. А Наталья получает ежемесячное отчисление из страстового фонда. Андрейченко ведет здоровый образ жизни, занимается йогой, практикует сыроедение. В молодости у нее были серьезные проблемы с алкоголем, которые чуть не стоили актрисе жизни. Чтобы избавиться от пагубной привычки, Наталья решила закодироваться, а когда захотела сорваться, пережила клиническую смерть, впала в кому. Вернувшись в сознание, она переосмыслила жизнь и сделала соответствующие выводы. Наталья Андрейченко сейчас. После развода с Шеллом Андрейченко занялась духовными практиками и на какое-то время пропала из виду, уединившись на вилле в Мексике. Но в последнее время она все чаще появляется в Москве, участвует в различных телевизионных, ток-шоу и играет в антрепризах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok